На Псалом 46-й Начальнику хора сынов Кореевых Псалом «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею!» Этот Псалом такого же затержания, как и предыдущие. В нем Провок изображает победы и трофеи над врагами и призывает всю вселенную к прославлению совершившегося. Но, может быть, некоторым кажется недостойным начала увещания Божественного Духа. И это повеление, рукоплескание, клики, шумные возгласы. Может быть, скажет кто-нибудь, не собирающимся в это почтенно учили, а действующим на зрелищах и пиршествах свойственно рукоплескать и производить шум руками, людям, наставляемым благодатью Духа приличном спокойствии и благочинии. Что же означают эти слова? О каком восприцании и рукоплескании говорит Пророк? Действительно, на войне и сражении есть такой обычай, то есть восклицать и рукоплескать, чтобы устрашивать неприятелей. А мирной душе это не свойственно. Между тем, Солом призывает к тому и другому, к рукоплесканию и восклицанию. Что же означает сказанное? Означает не что иное, как радость и победу. Так и в другом месте Пророк представляет реки рукоплесчущими. Реки, говорит, рукоплескали. Также Исаия представляет дерева делающими тоже. И Псалмопевис еще в другом месте представляет горы и холмы скачущими. Не для того, чтобы мы буквально разумели, будто горы и холмы скачут и реки рукоплесчут. Как бы имея руки, это было бы крайне безрассудно. Но чтобы видели высшую степень радости. То же самое можно видеть и у людей. Почему же Пророк не сказал радуйтесь и веселитесь, но восплещите и воскликните, чтобы показать нам величайшую радость, как и Христос, когда говорил, ты же когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое. Повелевает и на самом деле помазывать. Никто из нас не делает этого, но показывает радость и веселье расположение Духа. Ведь и он заповедует пастися с радостью, а не с унынием. Так и здесь заповедуется нам не рукоплескать, но веселиться и радоваться, воспевая Псалом. Впрочем, справедливо можно разуметь этот Псалом в более переносном смысле, возвышаясь над историческими событиями. Хотя Пророк начинает речь с чувственных изображений, но он руководит слушателей к духовным предметам. Как я прежде говорил, так и теперь скажу. Иное в Писании должно понимать так, как сказано, а иное в смысле переносном. Например, когда говорится, будут пасить вместе волк и ягненок, Исаа 11-6, мы не разумеем здесь ни волков, ни агнцев, ни пастбищ, ни вола, ни тельца, но под видом бессловесных представляем нравы людей. А иное нужно принимать в двояком смысле, чувственном и духовном, как, например, в событии с сыном Авраамовым. Мы видим, что сын был приносим в жертву, но под этим действием с сыном разумеем и нечто другое, таинственное, именно крест. Также в вагнце египетском мы видим образ страданий христовых. То же нужно сделать и здесь. Пророк говорит не об арабах и других соседних народах, но призывает все народы, ибо Господь Всевышний, страшен, великий царь над всей землею. В самом деле он возбуждает слушателя, призывая к слушанию столь важного благовестия, к всеобщему словословию, к некоторому божественному и духовному празднеству, к тайноводству, принесенному с небес. Потому и говорит, восплещите руками, то есть радуйтесь, восхищайтесь. То же самое заповедует евангельское учение, когда говорит, вы взыграете, повелевая, конечно, не скакать и плясать, это было бы неприлично, но выражая особенно сильную радость, потому что совершившееся достойно великой радости. Где только светит солнце, везде распространилось евангельское учение. На всю вселенную простерлось спасение, и те, которые прежде были преданы заблуждению, явили любомудрие выше иудейского служения. Все народы восплещите руками, руками, которые прежде были нечисты, отвратительны, ежедневно оскверняемы кровью от нечистых жертв, которыми вы убивали детей, совершали гнусные дела и действовали вопреки самой природе. Этими руками восплещите ныне. Воскликните Богу гласом радости. Языком, которым вы вкушали нечистые, которым произносили слова богохульные, этим языком возгласите победную песнь. Так и воины имеют обычаи, когда неприятельское войско уступает, не продолжать упорного боя, но дружным криком и воплем потрясать уже пораженные души противников. И это служит знаком блистательной победы и величайшего торжества, когда считается достаточным окончить сражение не руками, а одним криком вместо рук и оружия. 216. Все это было делом Христа. Он сам прекратил жестокую войну, связал крепкого и расхитил сосуды его. Но как человеколюбивый, он предоставляет наслаждаться победой и трофеями тем, которые нисколько не подвязались, и повелевает воспевать победную песню, как будто они сами совершили это и одержали победу. Потому все мы восклицаем не тихим, но громким голосом, смерть где твоя жало, ад, где победа твоя? И еще. Взошел Бог при восклицании, при гласе трубном, так сказанном настоящем месте. Избрал нам наследие наше, просу Якова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. И в другом месте. Взошел на высоту, пленил тлен, принял дары для человеков. Воспели некогда иудеи победную песню, когда потонуло войско египтян, поем Господу, славно бы прославился. Но наша песнь гораздо торжественнее, потому что ныне погибли не египтяне, а бесы. Побежден не фараон, а дьявол, отнято не чувственное оружие, а умершлен грех. Не в черном море, а в купеле возрождения. И мы идем не в землю обетованную, а стремимся на небо, вкушаем не манну, а принимаем тело Господне. Пьем не воду от камня, а кровь от ребра Христова. Поэтому пророк и взывает, восплещите руками. Вы освободились от камней и деревьев, ветхозаветник, и взошли на небо. И на небо небес, и стали пред престолом царя. Итак, воскликните Богу, то есть принесите благодарность Ему, приписывайте победы Ему, трофей Ему. Это не человеческая война, не чувственная борьба. Подвиг не для чего-нибудь житейского, но для самого неба и благ небесных. Он сам руководил этой войной и даровал нам победу. Ибо Господь Вышний страшен, Он царь великий по всей земле. Где ныне те, которые унижают славу единородного? Вот Сын называется Великим Царем, как называется и Отец. Не клянись, говорит Христос, ни небом, ибо Он престол Его, ни Иерусалимом, ибо Он город царя. И в другом месте Бог крепкий, властитель. Итак, когда ты слышишь, что Господь твой был пригвожден, повешен на кресте, погребен, не шел в преисподние места земли, то не смущайся и не унывай. Он Вышний. А Вышний по естеству, и что высоко по естеству, не падет с высоты, не сделается низким. Но и в самом уничижении остается и является высота Его. Так и Христос, когда умер, тогда особенно явил свое могущество против смерти. Свет во тьме светит, говорит евангелист, и тьма не объяла Его. Так Его высота открылась в уничижении. Смотри, как он, находясь в Аде, потряс все высокое. Тогда солнце сокрыло свои лучи. Камни распались, завеса разодралась, земля поколебалась. Иуда удавился, Пилат и жена его устрашились. Сам судья оправдывался. Итак, когда ты слышишь, что он был связан и подвергался бичеванию, то не смущайся, но смотри, как он и в узах являл свою силу. Он только спросил, кого ищете, и все пали на землю. Видишь ли, как он страшен, какие дела совершает одним словом и мановением. Когда ты видишь его мертвым, то представь камень отваленный, ангелов со страхом сидящих при гробе, ад расторгаемый, смерть попираемую, узников разрешаемых. И тогда уразумеешь, как он страшен, и если же он во время своего уничижения явил такую силу на небе, на земле, в аде, то какой не я это во время будущего своего пришествия. Послушай, что во время его уничижения говорят бесы, источая пену, разрывая узы, ходя по местам непроходимым. Что нам и тебе, Сын Божий, пришел ты прежде временем мучить нас? Если же так говорили не тогда, то что скажут, когда он опять придет, и силы небесные поколеблются, и солнце помернет, и луна не даст света своего. Поэтому пророк и говорит, вышний, страшен, или вышний, кто достойно выразит все повествуя о том дне, когда он пошлет ангелов по всей вселенной, когда все сотрясется, земля поколеблется, возвращая залог умерших, бесчисленные тела восстанут, небо совьется, как свиваемое полотно, когда поставится страшный престол. Потекут огненные реки, отверзутся книги, совершанное каждым во мраке сделается явным, когда будут невыносимые наказания и мучения, ужасные силы, обнаженные мечи, отведение в гиенну, когда прекратятся всякие отличия и царей, и военачальников, и градоначальников, и предстоятелей явится множество ангелов и сонным учеников, пророков, апостолов, священников, монахов, когда последуют неизреченные награды, воздаяния, венцы, благо превосходящее разумение. 217. Кто может выразить это словом, если пророк, описывая творение, утомился, отступил и сказал, «Как возвеличены дела Твои, Господи!» Если Павел, рассматривая один вид промышления Божия, воскликнул, «О, бездна, премудрости и ведения!» Что скажет тот, кто станет описывать этот день? Все это предвидел пророк и сказал, «Господь выше не страшен, Он царь великий над всей землею, указывая на спасение вселенной. Он и прежде был великим царем, но не был познан, но мир через него стал, и мир его не познал. А теперь он сделал и это, стал великим царем и для нас, которых усвоил себе. В самом деле, не велик ли тот, кто послав по всей вселенной рыбарей бедных, неученых, простых, числом одиннадцать, незнатных, оставивших отечество, безгласных, как рыбы, с одной одеждой, без обуви почти ноги, уловил всех, как бы по повелению? Истинно он великий царь, очистивший вселенную от заблуждения, распространивший истину в короткое время и уничтоживший владычество дьявола. Он и без подчиненных, великий царь, имеющий силу и власть не от рабов, не по внешнему виду и одежде, но по самому своему естеству. Я, сказал он, великий царь, имеющий честь, не от вне откуда-нибудь, не нуждающийся ни в чем, для того, чтобы быть царем, делающий все, что ходит. И я, научите народы, сказал он, и слово стало делом, хочу очистить, тебе говорю, дух глухий, выйди из него, замолчи, умолкни, перестань. Идите в огонь уготованный дьяволу, прийдите, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Видишь ли везде его власть? Видишь ли его силу? Он так привлек к себе покорившихся и муч, что они готовы скорее положить душу свою, нежели нарушить его заповеди. Обыкновенный царь принимает честь от своих подданных, а он сам дарует честь своим подчиненным. Вот почему там одно только название, а здесь дело. Он, великий царь, сделавшийся вселенной небом, научивший варваров любомудрствовать и подражать ангелов. Покорил нам народы и племена под ноги наши. О чудо! Распявших его убедил поклониться ему, оскорблявших, богохульствовавших, преданных каменным истуканам, научил полагать душу свою по его произволению. Подлинно не апостолами совершено это, а тем, кто руководил их, и управлял их душою. Как мог рыбак или делатель палаток произвести такую перемену во вселенной, если бы глаголы его не устранили всех препятствий? Волшебников и тиранов, ораторов и философов и всех противившихся апостолы рассеивали как прах и разгоняли как дым. И таким образом распространяли свет истины ни оружием, ни богатством, но простым словом. Или лучше слово их было не простое, а сильнее всякого дела. Когда они призывали имя распятого, смерть удалялась, бесы убегали, болезни исцелялись, телесные повреждения исправлялись, зло истреблялось, опасности исчезали, стихии изменялись. Поэтому, когда скажут нам, почему же он не помог самому себе на кресте, то мы ответим это еще более удивительно. В самом деле, ни одно и то же сойти со креста или будучи распятым, именем своим воскресить столько умерших. А что он остался тогда на кресте добровольно, это доказали последствия. Если он избавлял других от постигавших их смертей, то тем более мог избавить себя самого прежде, нежели она постигла его. Если он даровал жизнь другим, то тем более мог даровать самому себе, что и сделал через три дня воскресшись с великой силой, это доказали впоследствии. Если имя его над чужими телами оказывало такую силу, что будучи произносимо отгоняло смерть, то никто не может сомневаться, что и над собственным телом он мог показать великую силу и покорить смерть. Покорил людей нам и народы под ноги наши. Посмотри на мудрость пророка, как он выражает все точно, о чем впоследствии говорили апостолы. Что вы смотрите на нас, как будто своей силой или благочестен, содело ли это, что он ходит? О том же гораздо прежде говорит и пророк. Слово под ноги означает покоренная или лучше великую покорность. Если хочешь знать, сколь велика эта покорность, послушай. и все кто имел поля и дома говорит Писание продавали приносили и цену продаваемого полагали к ногам апостолов. Иные вместе с имуществом отдавали и душу свою. Которые души свои говорит он полагали за меня римлянам 16.4 Я другие говорит если бы было возможно то вы исторгли бы очи ваши и отдали мне. и в послании к коринчинам говорит ибо то самое что вы показали такую ревность что это произвело в вас такое усердие такие извинения негодования на виновного страх такую ревность такое взыскание так они почитали и боялись апостолов. Лука пишет из посторонней же никто не смел приставать к ним а все прославляли их и еще Павел говорит что хотите что пришел я жезлом к вам или с любовью и духом кротости 219 видишь ли достоинство и власть апостолов все это сделано тем словом которое он изрек посылая их и все я с вами он сам предшествую им уничтожал препятствия сам уравнивал все и делал трудно и легким прежде все дышало войною все было исполнено утесов и пропастей и негде было не поставить ноги не остановиться все пристани были закрыты все дома заперты уши всех заграждены но как скоро апостолы вышли и стали проповедовать то разрушили все преграды врагов так что слушатели отдавали души свои и подвергались бесчисленным опасностям избрал нам наследие наше красу Якова которого возлюбил посмотри на точность пророчества выше пророк сказал покорил нам народы и языки и действительно наперед обратились иудеи сначала в числе трех тысяч потом пяти апостоль и язычники и сам господь сказал есть иные овцы которых мне надлежит привезти и будет едино стадо и единый пастырь дали чтобы кто-нибудь услышал слова и избрал нам нас в достояние свое не стал недоумевать сомневаться и говорить почему же иудеи не веруют ныне пророк дополнительными словами разрешил недоумение бог со своей стороны избрал и их и сколько от него зависело не оставил никого если хочешь знать и причину то выслушай следующее избрал нам наследие наше красу Иакова которого возлюбил пресок упляет пророк мне кажется что он здесь разумеет верующих как Павел объясняет объясняя это сказал римлянам 9.6 но не то чтобы слово Божие не сбылось ибо не все те израильтяне которые от Израиля и не все дети Авраама которые от семени его но сказано в Исааке наречется тебе семя то есть не плотские дети судь дети Божьи но дети обетования признаются за семя верующих справедливо можно назвать добротой народа так как что прекраснее тогдашних верующих достоянием же его называет пророк этот народ не потому чтобы Бог когда-нибудь оставлял прочие народы но чтобы выразить сильную к нему любовь Божию близость и особенное промышление а чтобы тебе видеть точность пророка посмотри как он употребляет выражение которое обыкновенно употребляют люди о вещах покупаемых многие покупают что-нибудь часто называют добротой то что превосходит прочие вещи так и пророк желая показать что не все спасутся оно говорит избрал красу Иакова тоже в Евангелиях выражается многими притчами взошел Бог при восклицаниях и несказанно вознесен но взошел выражая что Христос вознесся не при помощи кого-нибудь ведшего его но сам шел этим путем или я и не таким путем вошел как Христос и вознесен был посторонней силы потому что человеческое естество не может идти несвойственным ему путем а и народный взошел в собственную власть и потому Лука и сказал и взирали как он восходил на небо Деяния 1.10 не сказал когда он был взят или возносим потому что это было его собственное восхождение если он еще прежде распяти ходил по водам будучи обличен вещественным и подвержен страданию телом то удивительно лишь что приняв тело нетленное он вознесся по воздуху где же восклицание кто восклицал когда он восходил тогда было молчание и только 11 учеников присутствовали при этом видишь ли что не нужно принимать эти выражения в буквальном смысле но постигать означаемое ими как я в начале псалма говорил что восклицание он означает нечто другое именно победу трофей так и здесь он говорит при восклицании то есть выражает что Христос вошел победою поправ смерть разрушив грех прогнав бесов истребив заблуждение переменив все на лучшее возведши наше естество в прежнее или гораздо лучшее отечество и когда он восходил то ничто не противостало ему ни власть греха ни могущества смерти ни сила клятвы ни владычества тления ни чести ничто подобное но расторгнув все это как паутину не спровергнув сонмище бесов и силы дьявола и все прочее он вошел совершив то что благоволил вот почему и Павел изображая победу Христову и сказал совлек начало власти и подверг их позору восторжествовав над ними собой еще истребив бывшее нас рукописание и взяв его от среды пригвоздил его ко кресту господь пригласит румным этим пророк выражает то же самое то есть блистательную победу впрочем здесь можно разуметь и нечто другое именно известность ясность торжественность хотя при самом событии никто не знал о нем но оно сделалось так известным как будто прозвучала труба или еще более это событие происходило тогда тихо но не укрылось почти ни от кого из жителей вселенной и самое существо дел так прославило его как будто прозвучала труба или еще более действительно звучная труба не могла бы так созвать всех на это зрелище как впоследствии глаз дел доказал вознесение Христова возвести во нем сильнее всякого грома не так мог бы гром огласить вселенную как ясно дела огласили людей тогдашних и будущих гром слышен только для присутствующих а эти дела возвестили о событии всем поколениям яснее трубы и слышнее грома впрочем не погрешил бы и тот кто назвал бы трубами уста апостолов трубами немедными но лучше золота и драгоценнее драгоценных камней а для чего пророк не сказал в трубе но пригласит трубным для того чтобы выразить их единодушные согласия как и Павел говорит я ли или они но мы так проповедуем еще говорится у народа же у веровшего было одно сердце и одна душа апостолы возвещали как трубы не на войну призывая но благовествую победу как войскам когда они идут на сражение вместе со знаменами предшествуют и трубы чтобы ободрять присутствующих действуя не на зрение только но и на слух так было и тогда когда апостолы входили в какой нибудь город то как бы звучали трубы и все стекались слушать их пойте богу нашему пойте пойте царю нашему пойте ибо бог царь сей земли пойте все разумно бог воцарился над народами бог воссел на святом престоле своем сказав о величии события пророк призывает вселенную прославление бога с великим усердием почему и повторяет несколько раз пойте и при том призывает петь не просто но с великим разумением что значит пойте разумно познав случившееся говорит уразумев величие событий еще нечто другое мне кажется выражает он словом разумно именно петь не голосом только но и делами не устами только но и жизнью воцарился господь над народами о каком царстве говорится здесь не о царстве вследствие сотворения но о царстве вследствие усвоения нас богу бог царствовал над всеми и прежде как творец и создатель а теперь воцарился над людьми добровольно и с благодарностью покорившимися ему действительно достойно величайшей хвалы и удивления то как христос поносимый иудеями произвел в людях такую перемену что прославляется по всей вселенной те которые никогда не читали пророков не знали закона но по образу жизни были подобны дитим зверям внезапно изменились оставили все заблуждения и покорились не два три четыре или десять народов но живущие по всей вселенной бог сидит на престоле святом своем что значит сидит на престоле царствует управляет хорошо сказал пророк на святом царь всей земли потому что он не только царствует но и царствует свято что значит царствует свято чисто люди достигнув такой власти употребляют свою силу на неправду а его владычество чуждо всего подобного чисто и свято его судилище не изменяется и не искажается ни обольщением ничем не подобным но всегда чисто праведно сияет светлее всякой чистоты блестает неизреченную славою князья народа собрались к народу бога Аврамова ибо щиты земли божии он превознесен над ними стих 10 223 здесь указывается на распространение Евангелия которое коснулось не только простых людей но и облекающихся в диадему и сидящих на царском престоле потом выражает что один и тот же бог и нового и ветхого завета пророк говорит с богом Аврамовым иначе сказать один и тот же бог бог фразов и давший закон потому и Иеремия говорил завещая вам завет новый не таков как завет который был с отцами вашими который я заключил взял их за руку и вывезший из земли египетской выражая что один и тот же законодатель и нового и ветхого завета так же и Варух говорил Варух 36 38 сей есть бог наш и нет равных ему он показал путь всякой мудрости и дал отроку своему Иакову и Израилю возлюбленному своему потом явился на земле и жил с человеками выражая что давший закон есть и воплотившийся а воплотившийся есть и давший закон тоже этот пророк говорит в словах князья народов собрались к народу бога Аврамова в еврейском вместо с богом сказано М.Л.А.И. Авраам каким образом это произошло ибо щиты земли божьей он превознесен над ними кто же щиты земли как не апостолы все верующие так как сила их столько просияла то пророк говорит что они вознеслись над всеми хорошо назвал он их державными в самом деле не державны ли те которые противостали всей вселенной бесам дьяволу народам городам язычникам тиранам наказанием мучением на сковородах и в печах обычаем силе природы преодолели все стали выше всего и ничем не были побеждаемы не державны ли те которые по смерти вели такую силу не державны ли те которых слова крепче адаманта и никакое время не сокрушает их но с каждым днем более и более возрастают так как проповедь евангельская распространяется везде во всем странам вселенной за все это возблагодарим человека любимого бога которому слава и держава ныне и пресно и во веки веков аминь